Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Я очень рада, что вы нашли время и заглянули ко мне в гости. Сегодня в этом видео хочу поделиться с вами своим подходом к планированию домашних задач. С недавнего времени я начала это делать в электронном виде и это оказалось в разы удобнее. Раньше я, как правило, планировала в блокноте, планирование было непостоянным, хаотичным, больше по желанию, по настроению. Сейчас же у меня выработалась определенная схема, которой я придерживаюсь. И вот планирование, скажем так, проходит в разы быстрее, проще уже по заданной структуре. Также можно использовать различные приложения, которые позволяют вам структурировать всю эту информацию. Но, если честно, я от них отказалась, потому что там либо нужно покупать платный аккаунт, либо ты постоянно просматриваешь эти рекламные ролики, которые ужасно раздражают, отвлекают, и на планирование уходит очень много времени. Или просто, чтобы заглянуть туда, посмотреть, какие задачи у тебя стоят на сегодня, тебе сначала нужно просмотреть пару рекламных роликов. В общем, свои задачи я вношу в экселевскую табличку. У меня в Google аккаунте есть таблица Google, и вот там я всю эту информацию забила. Можно использовать Microsoft вариант, обычный Excel, который нам привычен. Сейчас покажу все, что у меня там есть, как я это использую, как я это применяю, чтобы у вас был какой-то наглядный пример. На конкретном месяце мы с вами разберем всю эту информацию. Вообще, зачем нужно планирование? Во-первых, оно очень организует вас, организует вашу работу. Соответственно, у вас есть задачи на каждый день, на каждую неделю, на каждый месяц, и уже меньше возникает желание, скажем так, похалявничать. Соответственно, вы все видите наглядно, представляете и понимаете, какой объем вам нужно выполнить. И второй момент, за счет этого вы не упускаете какие-то задачи из виду, потому что очень сложно держать весь этот объем в голове, что вам нужно сделать. И, как говорится, опять же, у вас будет наглядный вариант. И когда все делается поэтапно, когда вы правильно все распланировали, уборка уже не кажется чем-то таким ужасающим. Вам не нужно тратить 3-4 часа времени на уборку за раз, потому что вы все разбили по небольшим кусочкам, и выполняете эти задачи постепенно в течение всего месяца. Давайте более детально покажу вам, как выглядит моя таблица. Здесь есть отдельно список задач, где внесены абсолютно все задачи, которые мне необходимо выполнять по дому, и также я проставила частоту выполнения. И дальше идут отдельные вкладки по месяцам. Соответственно, давайте рассмотрим на примере текущего месяца. Это август. И вот такую табличку я копирую из месяца в месяц. Здесь у меня стоят реальные даты, чтобы была конкретная привязка к дню недели. И, соответственно, в последующем, допустим, я копирую эту таблицу. Сентябрь у нас есть. Вставляю ее сюда. Вот. И получилось таким образом. Соответственно, здесь я меняю уже просто единственное число в соответствии, опять же, с текущим календарем. Ну, а эти задачи у меня остаются. Что-то я удаляю, какие-то несколько задач вношу, но это, как правило, единичный случай. То есть, по сути, на планирование теперь у меня уходит буквально, я не знаю, 5 минут максимум, чтобы создать календарь задачи на следующий месяц. Список задач я составляла следующим образом. Я брала конкретную комнату и смотрела, что мне необходимо в этой комнате выполнять. Соответственно, так я ничего знаю, что я точно ничего не упущу. И все задачи будут внесены в этот список. И потом я их уже начала ранжировать по частоте выполнения. Например, вот утреннюю и вечернюю уборку я выполняю ежедневно. Дальше у меня задачи идут раз в неделю, дальше, которые еще нужно реже выполнять, 2 раза в неделю. Потом раз в месяц идет, 3 раза в месяц. Ой, раз в 3 месяца и так далее. И дальше уже в течение месяца задачи у меня распределяются следующим образом. Соответственно, ежедневно у меня есть утренняя уборка. Как вы видите, она идет каждый день с понедельника по воскресенье. И также есть вечерняя уборка. Я максимально попыталась освободить выходные. Субботу, воскресенье, это когда у меня отдыхает муж, чтобы нам проводить время с семьей. Тем более сейчас лето. Поэтому все задачи я разделила с понедельника по пятницу. То есть с понедельника по пятницу у меня самый плотный такой график. Что у меня включается в утреннюю и вечернюю уборку? Это просто навести, как я говорю, визуальную чистоту в квартире. Разложить все по своим местам. С утра заправить кровать. Ввести квартиру к соответствующему виду. Вечернюю уборку я делаю вообще очень быстро. Просто прохожусь по комнатам, раскладываю все на свои места. И основной акцент у меня идет на ванную комнату туалета. И я ее совместила с купанием дочки. Раньше очень часто вечером ее муж купала. Сейчас это делаю я. Пока там она играется, плескается. И соответственно мы с ней параллельно разговариваем. Я навожу марафет. Соответственно очищу раковину, смесители, унитазы. Подготавливаю комнату к утру. Потому что гораздо приятнее приходить с утра в эту комнату, когда все чисто и аккуратно. Уходит у меня где-то на это 10-15 минут. Соответственно вот время купания дочки. Еще из постоянных задач у нас конечно же есть уборка пылесосом и мытье полов. Здесь у меня следующий подход. Вот я разделила в один день. Я тоже это не делаю. В понедельник у меня как правило идет уборка пылесосом. В вторник я мою полы. В среду ничего не делаю. В четверг опять уборка пылесосом. Мытье полов в пятницу. Суббота, воскресенье. Я не выполняю эти задачи. Потому что как правило нас не бывает дома. Мы в основном где-то находимся на улице. Соответственно пыли особо много не накапливается. Влажную очистку поверхности я делаю в тот день, когда делаю уборку пылесосом. Мне кажется это правильно. Потому что при уборке пылесосом в любом случае пыль немножко поднимается. Поэтому потом я поверхности через какое-то время очищаю влажной тряпкой. Когда я мою полы во вторник, я делаю сухую очистку поверхности. Просто чтобы их освежить. У меня такая щеточка там за 3 минуты прошел. Смахнула пыль и в порядке. И то же самое у меня повторяется получается в четверг и в пятницу. В среду, так как у меня нет вот этих основных задач. Я поставила объемную такую задачу помыть душевую кабину. Раньше я ее мыла, когда делала уборку в ванной комнате. Но по времени это много занимало. Мне это не устраивало. Плюс я уставала. Поэтому вот эту объемную задачу я выделила отдельно. И теперь я душевую кабину мою только раз в неделю. Это в среду. Конечно там все-таки к воскресенью она уже далеко не самая идеальная и чистая. Но мне устраивает такой вариант. Мне надоело ее надраивать без конца и края. Поэтому вот стараюсь как-то в себе подавить вот это желание все довести до блеска и идеала. Поэтому мою ее только по средам. Получается раз в неделю. Еще из постоянного это замена постельного белья. То есть белье я меняю раз в неделю. У нас две спальни. Соответственно опять же я их разграничила. В понедельник меняю в первой спальне. В четверг меняю во второй спальне. И кстати замену постельного белья я делаю в день, когда я делаю уборку пылесосом. Потому что как правило летят перья, пыль. Вот обратите внимание после смены постельного белья. Посмотрите на поверхность прикроватной тумбочки. Там пыли будет просто караул. В общем мне кажется опять же это целесообразно. С утра я поменяла белье и потом уже делаю уборку пылесосом. И дополнительно второй раз в неделю я делаю замену наволочек. Соответственно вот в первой спальне, например в понедельник я поменяла белье. В четверг в этой же спальне я меняю наволочек. Ее я стираю в тот же день, как и поменяла. Соответственно вот я заменила постельное белье в понедельник. В первой спальне я его сразу постирала. Точно так же и во второй спальне. То есть я не оставляю его, не коллекционирую. А вообще стирка у меня стоит по воскресеньям. То есть каждую неделю в воскресенье у меня стирка, соответственно, все, что накопилось за неделю, я это все стираю в воскресенье Я не знаю, многие стирают каждый день, мне, если честно, нечего стирать каждый день, я не представляю, это сколько белья, несмотря на то, что даже дочка как бы у меня маленькая А в любом случае у нас несколько комплектов там одежды Теперь давайте пройдемся, наверное, по конкретным комнатам и посмотрим, да, что какие дополнительные задачи у меня есть еще и как я их выполняю и почему я их включаю сюда Смотрите, значит, у меня получается еженедельной уборки нет, то есть я от нее отказалась, разбив все задачи по дням недели У меня была генеральная уборка и в последний раз я решила все-таки, наверное, что я хочу отказаться в том числе и от генеральной уборки Поэтому эти задачи я попытаюсь перераспределить, опять же, на стандартные дни недели, на ежедневные, да Поэтому вот я их тоже попыталась включить сюда, в список задач, я их также разделила, что мне нужно там раз в три месяца делать Конечно, вот такое планирование это, скажем так, идеальный желаемый вариант Но бывают ситуации, когда случается что-то нестандартное или какой-то идет перегруз в бытовой сфере Дополнительные вопросы возникают, которые нужно срочно решать И тогда, конечно, мы не машины, мы не можем все это нести И, соответственно, какие-то задачи я не выполняю И тогда в выходной мне приходится поработать, пожертвовать там временем Или на следующей неделе поработать более серьезно, да, выделить время И в этом нет ничего страшного То есть планирование на то и создано, чтобы, как бы, скажем так, стимулировать нас к выполнению этих задач Но если что-то не получается, не нужно там рвать волосы на голове и думать Ах, я не выполнила задачи, как же так, мне нужно срочно идти по плану То есть все корректируется в зависимости от текущих жизненных ситуаций Кстати, когда я выполняю задачи, я закрываю окошко каким-то определенным цветом Здесь, например, зеленым, да, выполнено Дальше там выполнила задачу, опять заливка зеленым И очень приятно наблюдать, когда у тебя понедельничек И такое все зелененькое, ты молодец, так отлично поработал, доволен собой Думаешь, ах, классно А потом, когда весь месяц у тебя выполнен, опять же, все залито зеленым Ну или какая-то определенная часть, там 80-90% И вот лично мне это приносит моральное удовлетворение Мне нравится вот этот вот процесс И как бы тебя даже это немножко стимулирует, чтобы в следующем месяце у тебя тоже все окошки были зелененькие Потому что ты такой молодец и поработал на славу Давайте возьмем спальню изначально Итак, что у нас есть в спальне? В спальне у нас есть матрас, который нам также нужно чистить Вот задача у меня стоит почистить матрас в спальне номер один Итак, список задачи почистить матрасы содой Делаю я это раз в месяц Вот задача у меня на август Понедельник, 10 числа Это спальня номер один Так, еще идем в спальню У нас, конечно же, стоит шкаф у многих Соответственно, опять же, у меня две спальни Привести в порядок шкаф в спальне номер два у меня стоит на вторник 11 число Привести в порядок шкаф в спальне номер один на вторник 4 число Опять же, эту задачу я выполняю раз в неделю Сюда у меня включено протереть пыль в самом шкафу, да, полки все И, соответственно, наверху обязательно с боков, да И почистить, возможно, протереть там зеркала или дверцы Я не включаю сюда никакое раскламление, переорганизацию и так далее и тому подобное Дополнительная задача у меня есть только в связи со сменой сезонов То есть сейчас вот осенью я буду менять гардероб И это я выделю как отдельную задачу Раскламление мне не требуется Мы переезжаем каждый год Поэтому у меня раз в год расхламляюсь я стабильно У меня нет вещей, которые у меня там лежат годами У меня все актуальное, все, что используется на текущий момент Так, дальше Также у нас есть кровать в спальне, да И очень часто там под кроватью, в каких-то глубинах, за кроватью мы не моем Это я, как правило, делала при генеральной уборке И сейчас это я вела раз в месяц И вот где-то я себе, вот видите, на вторник 25 число Мытье полов, отодвинуть кровать То есть это такое прям полноценное идет мытье полов в спальне Чтобы вот этот момент мне не упустить И чтобы эта грязь там годами у меня не накапливалась Давайте посмотрим кухню На кухне также у нас есть разные шкафы и ящики Вот уборка в ящике под мойкой у меня стоит Так Вот в ящике под мойкой два раза в месяц Потому что у меня там грязь без контакта Даже иногда бывает, я если вижу какие-то, какая-то грязь появляется Я могу ее внепланово там протереть Потому что там действительно скапливается очень много крошек Вот эти брызги, грязь, это все видно И вот его я стараюсь держать в максимальной чистоте Плюс, конечно же, запахи В общем, по плану у меня стоит два раза в месяц Но, как правило, я делаю там уборку чаще И вот у меня она указана на вторник, четвертое число И здесь у меня дальше идет на двадцать пятое число На вторник Вести в порядок шкафы и ящики на кухне у меня стоит раз в месяц В этот раз я поставила на вторник восемнадцатое число Что я имею в виду? Это просто протереть пыль внутри и протереть пыль наверху Соответственно, панели я протираю во время утренней, как правило, уборки на кухне Где-то раз в два дня Быстренько так прохожусь, чтобы у меня, опять же, грязь не скапливалась Перемыть вот эти все банки, склянки, контейнеры Этим я уже давно не занимаюсь Я сейчас поступаю следующим образом Если я покупаю какой-то сыпучий продукт В банке он закончился Я быстренько эту баночку ополаскиваю Либо там протираю влажной тряпкой, полотенцем И засыпаю туда новую крупу, например Соответственно, так у меня периодически поддерживается порядок И с обновлением какого-то продукта У меня убирается, наводится порядок в этой емкости Мне кажется, это супер-мега удобно Потратил один раз лишнюю минуту Но при этом тебе не нужно выделять отдельное время, чтобы перемыть все эти банки Перебрать все корзины, перемыть контейнеры И, соответственно, все это расставить, досыпать А чтобы освободить эти банки, помыть Тебе нужно, естественно, все пересыпать в какие-то другие емкости В общем, такими вещами я уже не занимаюсь И стараюсь вот по мере появления убирать по факту Ну и, соответственно, на текущий момент у меня на кухне находится просто идеальный порядок На текущий момент мне все устраивает У меня все удобно И, соответственно, порядок просто, ну вот он там постоянно есть Хаос не образуется, бардак не образуется Потому что у каждого предмета есть свое место Как бы мне не требуется расхламление Мне не требуется наведение какого-то дополнительного порядка В общем, задайтесь вопросом Наведите на кухне в ящиках и в шкафах порядок идеальный раз и навсегда И тогда у вас, ну, вам не потребуется генеральная уборка на кухне Потому что и так все уже разложено по полочкам Холодильник у нас, кстати, также есть на кухне И вот здесь у меня такой подход Давайте вернемся в список задач Разморозить холодильник раз в три месяца Это конкретно разморозить Посмотреть, что там в морозилке Перебрать, все хорошенечко перемыть А свежаю холодильник я раз в неделю Мы закупаемся в супермаркете по субботам с утра Соответственно, утром я быстренько Вот видите, у меня на каждую субботу стоит помыть холодильник Но это так, протереть лотки, которые у меня там есть прозрачные Соответственно, дверцу протереть, немножко освежить Чтобы когда мы приезжаем из магазина Я уже сразу могла выложить продукты и не тратить время на убор Также я, когда распределяю задачи Я, конечно же, стараюсь не перегружать дни То есть, чтобы все было как бы плавно И объем задач соответствовал каждому дню И получается, в целом, наверное, в течение дня Я трачу, ну, где-то, наверное, час на уборку Может быть, все чуть меньше, может быть, чуть больше Но вот ежедневно у меня уходит час выходные Это там просто, я не знаю, 30 минут максимум А то и 20 минут, и как бы ты за этот период особо устать не устаешь Перед тобой не маячит какая-то генеральная уборка На которую тебе ты все смотришь и думаешь Боже мой, как же я это все буду выполнять В общем, все как-то так плавненько, свободно Но при этом, если честно, у меня не складывается такое впечатление Что вот я только и делаю, что убирать Потому что, ну, что значит час там полтора От общего времени бодрствования в течение дня То есть я успеваю и с собой заняться Я успеваю с дочкой поиграть И с мужем пообщаться И какими-то своими хобби, например Записать видео для вас Потом его смонтировать Выложить и так далее Опять же, кстати, очень удобно Если ты одни и те же задачи ставишь в похожий день То есть вот если почистить коврики То это у меня идет каждый день в четверг Если помыть душевую кабину Каждый день в среду И так у тебя вырабатывается определенная система И, во-первых, на следующий месяц Планировать уже получается гораздо проще То есть тебе не нужно перетусовывать эти моменты И ты просто табличку из месяца в месяц копируешь А потом тебе даже табличка уже не нужна Потому что ты конкретно знаешь Что определенный день тебе нужно выполнить Уборка в шкафу с обувью Вот так же у меня идет То есть это мы уже рассматриваем прихожую В гостиной есть Почистить диван пароочистителем Я также ставлю Плюс у меня еще идет стирка чехлов Потому что на диване чехлы сменные И раз в три месяца Ну вот это, наверное, основные задачи И на выходные вот что я поставила Например, если я что-то планирую дополнительно То скорее всего я ставлю это на выходные Например, организовать хранение постельного белья Это не постоянная у меня задача И ее нужно делать постольку-поскольку Но вот сейчас этот момент меня не устраивает Поэтому я буду переорганизовывать В будни эту задачу я никуда, к сожалению, уже поставить не могу Потому что у меня все заполнено Приходится ставить выходные Но это бывает разово Навести порядок настольной косметички Тоже вот как бы задача не поместилась у меня в будний день Поэтому я ее поставила выходной Ну не слишком такая объемная задача Я думаю, что можно уж потратить там 15 минут 10-15 минут навести порядок Вот в субботу выделила такую более объемную задачу Это постирать декоративные наволочки и пледы Соответственно, все это нужно освежить Естественно, потом, когда это все высохнет Нужно погладить Опять разложить на места На этом у меня все Надеюсь, это видео было для вас интересным и полезным И какую-то информацию вы возьмете себе на заметку Если остались вопросы, смело задавайте их в комментариях Я постараюсь ответить на каждый Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны Нажимайте на колокольчик И тогда вы будете в числе первых, кто получает оповещение о моих новых видео Также не забудьте поставить пальчик вверх Увидимся в следующих видео Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok